всем привет предлагаю начать тему тестирования юнит тестирования и слегка коснемся еще ттд для этого создадим простой проект простой эликсир проект даже не феникс проект этого нам будет достаточно поехали пишем микс и назвал ее пробовать сейчас я его открою через атом так вот я открыл проект вот наши тесты давайте сразу засплитим с правой стороны и откроем файл библиотеки отлично сделали вот это мы удалим функцию вот это удалим напишем пустое название функции допустим факториал ду специально неправильно итак начнем любое ттд начинается с написания теста написание теста то есть пишем допустим факториал 5 у нас должно быть равно 120 пишем описание здесь пишем конкретную функцию конкретную функцию написали теперь пробуем это все дело запустить естественно еще раз согласно стилю тдд мы пишем сперва тест который фейлиться компиляция фейлис фейлис отлично зафейлился как видим теперь пытаемся исправить соответственно мы пишем наш код непосредственно так написали второй шаг сделан третий шаг нам нужно проверить теперь наш тест и ура и вот в этом и все юнит тестируем что мы делаем мы берем значение которому мы знаем ответ и запускаем нашу функцию с этим значением а потом просто сверяем вот и все можно написать еще простой тест той же самой функции например от 6 от 6 у нас получается 720 и здесь тоже напишем 720 напоминаю это просто описание саму проверку мы сделаем здесь и снова запускаем тест сейчас у нас будет два теста два теста и снова 0 фейл вот это все юнит тестирования легко легко так вот это кстати тест это макро это относится юз юнит кейс а вот это интересная надпись док тест проба это означает что когда мы запускаем вот этот тест также запускаются док тесты из модуля проба в данном случае у нас нет никаких док тестов поэтому мы здесь и не находим никакого подтверждения давайте напишем док тест док док тест так example как там примерно было и x и x то есть мы здесь создаем иллюзии того что мы запустили командные оболочки пишем проба факториал 3 он у нас должен равняться 6 запускаем и как минимум у нас появился дополнительный тест называемый док тест то есть смотрите каждый раз когда вы запускаете вот этот тест запускаются основные тесты и также осуществляется попытка запустить док тесты то есть вот док тест говорит о том что он пытается найти если тут еще какие-нибудь тесты или то что можно принять за тест вот example даже здесь неправильно писал example то есть он его находит и применяет прекрасная фишка эликсира лично мне она очень панирует так теперь я хотел бы поговорить с вами еще об одной фишке для этого я сделаю чтобы было очень наглядно еще дополнительно несколько утверждений 0 у нас должно быть 1 название теста не должны быть одинаковыми а здесь мы сделаем немного другое мы воспользуемся refute refute это обратно ассерту ассерт ожидает что вот здесь будет true refute ожидает что здесь будет false мы напишем например вот так вот так зачем я теперь все это сделал кстати можно просто запустить пока проверить в очередной раз что у нас все хорошо отлично у нас все хорошо а теперь зачем я это сделал еще одной замечательной особенностью тестирование в эликсире является возможность запуска теста асинхронно то есть мы здесь вот пишем так следующий код async true но что же он все таки значит этот async true сейчас я вам покажу что он значит что же все таки он значит на самом то деле этот async true на первый взгляд например может показаться что async true означает что каждый вот это каждое утверждение тэс 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 будет запускаться асинхронно параллельно да но к сожалению это не так давайте в этом убедимся давайте в этом убедимся вот второй тест раз два три четыре четвертый тест раз два три четыре третий тест раз два три четыре то есть как вы понимаете тесты на самом то деле они здесь запускаются последовательно так что значит этот флаг async true означает он следующее если бы у нас вот здесь было бы несколько файлов которые мы собираемся тестировать да несколько модулей то вот они бы запускались параллельно если бы у них у всех был бы вот этот флаг то есть еще раз если вы видите в модуле async true это не значит что внутренние тесты запустятся параллельно нет это значит что модули которые предназначены для тестирования запустятся параллельно так помимо асерта которым мы уже рассмотрели наверное самого популярного а также refute повторю кстати асерт ожидает что вот это утверждение которое вот здесь у него будет оно true а refute наоборот ожидает что утверждение которое здесь будет оно будет false так вот помимо вот этих двух основных и наверное самых популярных действий при тестировании также существуют и другие формы тестирования давайте посмотрим вот я открыл сразу подготовил вам страничку где вы можете посмотреть некоторые виды тестирования то есть мы можем тестировать исключения мы можем тестировать диапазон мы можем тестировать также и процессы вообще вы по-хорошему должны задуматься каким образом я буду тестировать эту часть кода и выбирать соответствие с кодом нужный способ тестирования то есть эликсир вам предоставляет большое количество различных функций для тестирования ну пожалуй для первого раза хватит доikсир до 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 Продолжение следует...